Это научная Россия. Я Александр Бурмистров. Добрый день. Когда же закончится пандемия? Этот вопрос интересует, пожалуй, весь мир уже больше полутора лет. И об этом мы сегодня говорим с вирусологом, доктором медицинских наук, профессором, главным научным сотрудником Центра имени Гамалеи, Анатолием Давидовичем Альштейном. Анатолий Давидович, добрый день. Добрый день. Анатолий Давидович, ну вот это вот сложная ситуация. Даже с вами сейчас общаемся через Zoom, дистанционно, в принципе, как и со многими в это время, с кем не получается встретиться. Вот все-таки, какие есть прогнозы о завершении пандемии? Когда ориентировочно она может закончиться? Вы знаете, здесь вот всякие такие более или менее точные прогнозы, они носят такой сомнительный характер. Я, тем не менее, хотел бы такой прогноз дать, но вы поймете, что этот прогноз является очень обусловленным. Я думаю, что сейчас мы, когда мы получили в свое распоряжение целый ряд вполне эффективных вакцин, на подходе еще и другие, не знаю, сыграют ли они там какую-то роль, а вот те, что мы имеем сейчас, это действенные вакцины, их можно применить. Кроме того, хорошо пробированы различные противопедемические меры и маски, и дистанцирование, и мытье рук, то есть правильное противопедемическое поведение. Так вот, я в общество не думать, что если мы воспримем то, чего современная медицина, наука и медицина добились, и если мы в течение следующего года это все будем нормально применять, эпидемия закончится. Анатолий Давидович, а если мы все-таки не будем применять, в частности, сейчас вакцинированной недостаточно, может ли пандемия закончиться при недостаточном уровне вакцинированных, если мы не привьем эти 80%? Да, я думаю, что деваться ей абсолютно некуда этой пандемии, как только закончится. Но только сколько это может занять лет, я не знаю. И, видимо, это будут другие жертвы. И сколько людей умрет, при этом и сколько людей будет мучиться от тяжелой болезни, и это не так просто подсчитать. Я думаю, что здесь все в руках человечества. Вот как человечество хочет, так оно и будет. Анатолий Давидович, вот последний ноябрь сейчас, пока статистика у нас пошла на спад, но, тем не менее, 40 тысяч заболевших ежедневно у нас фиксировали в России. Это был самый пик пандемии, вот относительно прогнозов, или может быть больше? Вы знаете, это был пик варианта Дельта. Но вот на данном этапе, в крайней мере, Дельта самый устойчивый и тяжелый вариант, с которым мы столкнулись. Ну, первый он был тяжелый, первый вариант уханский. Но где он, этот уханский вариант? Дальше у нас был британский вариант. И где он, этот британский вариант? Конечно, вы штаммы отдельные этого британского варианта и сейчас можете выявить, но в основном доминирует Дельта. Были и южноафриканский, и бразильский вариант, и перуанский вариант. Ну, вот все они оставили свой печальный след, но сейчас их мало. Я думаю, что с Дельтой будет такая же ситуация, только сколько это займет, сказать трудно. Я думаю, что займет не больше года, если применять противопедемические меры и вакцины. Или даже наоборот бы я сказал, вакцины и противопедемические меры. А если не применять, то это может, трудно сказать, когда это произойдет природным путем. И на что это может смениться? Тут еще важно, что один штамм может меняться на другой. И, так сказать, начиная сначала. Как мы с Дельтой имеем? Ведь вакцины, которые были применены этой зимой, ну, по крайней мере, в цивилизованных странах, и были применены 60-70%, 75%, в каких-то странах 80%. А где-то, скажем, в Израиле, там тоже была значительная вакцинация, но самое главное, они сразу взялись за контингенты угрожаемые. Пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, и там 90% они привели этот контингент. И тут Дельта. И Дельта показала, что это не имеет значения, что эта вакцинация имеет значения, но не такое, как хотелось бы. В результате пошла тяжелая инфекция, и люди болели, и люди умирали. Но, повторю вам, совсем не в той степени, в какой вакцинированные люди, вакцинированные люди и меньше болели, и меньше умирали. Но эффективность уже не та была, что с предыдущим вариантом вируса британских. То есть, вот этот последний пик 40-тысячных заболеваний в день связан именно с распространением штамма Дельта? Да, он идет у нас с июня месяца. Вот с июня месяца пошел. Летом, говорили, это третья волна. Значит, наступило лето, он пошел вниз, потому что он все-таки связан с сезоном коронавирусной инфекции в той или иной степени. Но наступила осень, он опять пошел вверх. Это, по идее, то же самое, продолжение той же самой волны. Ее считают четвертой, но это вот, ее можно рассматривать как продолжение третьей волны, можно рассматривать как четвертой, от этого ничего не имеет. Вот, Анатолий Давидович, можно немножко поподробнее о сезонных взаимосвязи коронавируса и сезонности? Потому что вот сейчас на графике заболеваемости вот очень четко видны пики волн, и один из них, пусть не такой масштабный, но 25-тысячный приходится на июль. А другие пики приходятся на холодное время года. Вот все-таки как можно связывать сезонность и коронавирус? Ну, в летнее время, когда люди больше рассосредоточены и сосредотачиваются в помещениях, респираторные заболевания снижаются. Это относится не только к коронавирусу, это относится и к гриппу, и к парагриппу, и к другим, там большое количество заболеваний. Их время – это поздняя осень, осень, зимой они могут, а весной они начинают снижаться, и где-то летом они могут на более низком уровне. Коронавирусная эпидемия не идет строго по этому пути. Вирус очень заразный, поэтому он иногда проявляется, как бы не считаясь сезоном. Но в целом такая закономерность есть. Анатолий Давидович, вот тема конца ноября, основная, новый штамм, который назвали омикром, может ли он сменить полностью дельту, насколько он изучен, какие мутации он несет, и защищает ли от него существующие вакцины? Значит, особенности того, что штамм изучен еще очень мало. Значит, его обнаружили только в ноябре, и он был связан с заболеванием у африканцев в Южной Африке порядка 80 случаев, где-то 77 случаев писали, довольно легкого течения. Никаких сообщений о том, что этот вирус связан, вызвал тяжелые заболевания с летальным исходом, пока нет. Это не значит, что он не может это сделать, но нужен более большой опыт на этот счет. Поэтому и сейчас вот такой страх, что этот вирус захватит мир и убьет всех, он, конечно, очень и очень прежневременный. Кроме того, я думаю, что с уверенностью можно сказать, что детальность от этого вируса не будет выше, чем дельта. Дельта, кстати, в некоторых странах, в большинстве стран дает не такую же большую летальность, меньшую, чем британский вариант. Ну, порядка 1,8%, около 2%. Я думаю, что новый штамм никак не окажется более летальным. Думаю, что нет. Думаю, что он будет менее летальным. Кроме того, вот эти 32 мутации в гене, которые так людей пугают, мне кажется, очень хорошим признаком. Это признак того, что геном этого вируса, возможно, нестабильен. А если вирус нестабильный генезон, имитация, мутация его мучает, это для вируса плохо. С помощью мутации вирус приспосабливается и может лучше размножаться. Но такое свойство, как дать тяжелую инфекцию и убить, это вирус эволюционно не нужен. В результате, при большом числе мутаций, его летальные свойства, они будут, наоборот, снижаться. То есть распространение омикрона может нам только помочь человечеству. Я не исключаю, что это может быть так. Я также не исключаю, что омикрон вообще не будет так сильно распространяться, как распространились британские варианты, дельта, альфа-вариант этот и дельта-вариант. Совершенно необязательно. У нас нет каких-то четких признаков, с помощью которых мы можем сказать, о, этот вирус распространится на весь мир и выдержит, особенно при его такой повышенной мутационной способности, он себя может, в общем, что называется, загнать. Почему я еще об этом говорю? Не так давно были опубликованы, не опубликованы данные, а была информация. Это еще научная статья не опубликована, но информация шла солидно у ученого. Это профессор Инои из Японии, известный специалист по исследованию генома, по определению нуклеативных последовательностей. Вот он занимался тем, что он в Японии следил за заходом эпидемии и вакцинировал большое количество штаммов вируса, которые выделяются, которые обнаруживаются у человека. Это сейчас делается довольно хорошо и очень эффективно. И еще лет 20-25 назад это было нечто необыкновенное. А сейчас это довольно рутинная такая работа, где за сутки можно получить в среднем геноме, полгеноме 30 тысяч нуклеативных вирусов. И вот он сообщает, что когда он исследовал штаммы, которые находятся на той ветве эпидемии, которая спускается, он обнаружил большое число мутаций, большое число, возрастающее число мутаций. Это говорит… Правда, в Японии, значит, легко объяснить этот спад эпидемии. Там эпидемия дошла до невысоких цифр. Они вакцинированы. И вакцинация довольно высокого процента. Кроме того, японцы исключительно дисциплинированы народ и соблюдаются противопедемические меры. А он, Янауэ, он дал еще одно объяснение, которое, в принципе, так оно в умах шевелилось. Но на это никто такого внимания не обращал. А теперь, я думаю, что будут обращать на это внимание. Действительно, мы же видим вся история вот этих эпидемий 20 века. Испанка была и нет. Сарс вначале… Вирус есть, вирус остался. Вирус гриппа обычный дает летальность 0,1%. А в 18-19 веке он перебил вообще нам там, я не знаю, 20-30% населения. От 20… Цифр точных нету, но от 20 до 100 миллиардов погибших насчитывает в Испанке. Вирус-то остался, аж один аналин вирус гриппа, но ведет он себя совсем по-другому. Это произошло достаточно быстро. В 18-19 году он бушует, а потом… Ну, мы не знаем точно, как вот точно по годам это… Тогда не было этой статистики. Но, в общем-то, уже в 20-е годы он уже такой роли не играл, по-видимому, в жизни. Дальше. Есть такой коронавирус, ОСИ-43. Мирный, спокойный коронавирус, вызывающий насморк, легкую простуду, ничего особенного. Считается… Это тоже данные с элементом гипотезы, конечно, но гипотеза вообще. Но такая обоснованная современными методами анализа. А также сведения, которые имеются. В районе 1890 года по миру прошла респираторная инфекция, которую считали, что это инфлюенция, что-то в этом роде. Но по многим признакам думают, что это была коронавирусная инфекция такая мощная. И вот сейчас этот ОСИ-43, мирный коронавирус, один из четырех мирных коронавирусов, которые человека поражают, но ничего такого серьезного не делают. Дальше, в начале века, SARS. Сейчас мы его называем SARS-CoV. Сейчас SARS-CoV-2 у нас, новый вирус. SARS-CoV – серьезнейшая болезнь. 10% летальности. Заболело 8000 человек. Это во Вьетнаме, в Китае 2003-2002-2003 год. Попробуйте найти этот SARS. Можно сказать, что человек такой могучий, с помощью противоэпидемических мер все подавил. Я, будучи вирусологом, я понимаю, что противоэпидемические меры могут снизить заболеваемость, могут сильно все ограничить, но чтобы они стерли вирус с лица земли. Нет, вакцины тоже не было, а вируса нет. В 2012-2013 году на Ближнем Востоке вспыхнул МЕРС. МЕРС, совершенно верно, да. Очень страшно. 200 тысяч человек заболело, 800 человек умерло. Где МЕРС? Ну, штаммы МЕРСа находят. Вакцину вот сейчас Гамалеи сделали против МЕРСа. Это вот генетические изменения, которые у вируса происходят, и они его переводят вот в такую форму. Можно думать, что с этим вирусом произойдет то же самое, только никто не возьмется сказать точно какие-то сроки. Я думаю, что эти сроки были бы небольшими, если взяться за это, как говорится, всем человечеством. Соблюдение противоэпидемических мер, вакцинация. И я думаю, что это помогло бы нам в течение года перевести его вот в такое положение. Вот сейчас есть информация о том, что для защиты от дельта-штамма, в частности, достаточно 300 условных единиц антител, балл. Вот. Но антитела постоянно в организме, их количество снижается, падает и так далее. Вот со временем человечеству можно выйти на тот уровень, когда не придется постоянно поддерживать этот иммунитет вакцинами. когда это войдет в естественную уже человеческую такую популяцию. Эти антитела не являются чем-то, ну, здесь слово такое конструктивными, то есть постоянными. Они возникают в ответ на вирусный фактор, в ответ на антиген. Антигеном называется то, что иммунную систему возбуждает и приводит к образованию антител против этого антигена. Значит, там определение антигена и антител, что такое антиген и антитела, это на самом деле два запрещенные понятия. Антиген – это то, что вызывает образование антител, а антитела – это то, что специфически связывается с антигеном. Так вот, антитела, которые продуцируются коронавирусом или антикоронавирусными вакцинами, они не могут быть на одном уровне, они обязательно будут при иммунизации подниматься, потом они будут опускаться через какое-то время. Вот это понятие 300-500 единиц – это после вакцинации, это значит, как бы определяет состояние иммунитета. Ну, вот можно считать, что 300-500 единиц – иммунитет хороший. В понятие иммунитет входит не только антитела, там много изменений в организме, это клеточный иммунитет, клетки памяти и так далее, там достаточно сложные и не очень хорошо еще все изученные механизмы. Так что это условный, конечно, показатель, вот эти 300-500 единиц. А потом они будут снижаться, но иммунитет будет держаться, считается, что в течение полугода примерно он должен держаться, а потом нужно сделать и вакцинацию. А вот этот хороший иммунитет при 300-500 этих единиц, он относится именно к штамму дельта, или это в принципе хороший организм, хороший иммунитет, который распространяется на любые штаммы возможные? Я не могу вам сказать, это же антитела определяют фирмы, специальные фирмы, которые на этом деле зарабатывают. Какой они берут, S-ген для этой работы или так называемый RBD, это тот домен, который отвечает за связывание этого белка с рецептором. Берут ли они из штамма дельта или уже как шло сначала, берут это все из исходного уханского штамма. А это на самом деле имеет значение, конечно, потому что титр зависит от того, речь идет правда о титре, который менее зависит от вируса, от того, какой вирус. Это речь идет о титре антител, которые выявляются в реакции инвитра. В реакции инвитра вы имеете вот этот S-белок или часть этого S-белка, вы к нему добавляете антитела, и потом по цветной реакции вы определяете, сколько этого антитела прилипло к этому белку. А вот может быть в таком тесте это не имеет такого большого значения, более или менее одинаково. А вот в тесте нейтрализации это, конечно, имеет значение. Там, где вы исследуете способность сыворотки нейтрализовать живой вирус и проверить это действие на биологическом объекте, на клетках, на культуре клеток. Там это может иметь значение. Ну, вот то, что публиковали специалисты Центра Гамалея, что примерно в 2-4 раза больше нужно антител, чтобы вирус нейтрализовать. Это значит, если бы в каких-то единицах выражать результаты реакции нейтрализации, то значит, в 2-4 раза будет ниже титр против дельты, чем против уханского вируса. Анатолий Давидович, а есть ли исследования или информация о генетической предрасположенности к более высокому риску заболеть или к более тяжелой форме коронавируса, если человек уже заболел? Вы знаете, это наверняка есть явление такое, связь с группами крови. Это ведь не прямая связь, что вот такая группа крови, значит, эритроциты как-то не так. Нет, это просто разница в неких генетических различиях человека при разной группе крови. И считалось, что вот вторая группа крови, она наиболее поддается вирусу, чаще заражение при второй группе крови, а другие группы крови как-то меньше. Насколько это принято, общепринято и насколько это точно, это неясно. Но явление это, конечно, есть, а не так просто определить группу людей, которые устойчивы. Конечно, есть люди устойчивые к соблюдению. А в перспективе может ли коронавирус как-то повлиять на генетику и человека, и человечества? Ну, я думаю, что это не из тех вирусов, которые могут так сильно повлиять. В общем, для этого он должен был бы более таким, более патогенным и вызывать побольше смертей. Этот вирус, он может оказать, конечно, какое-то влияние, за... Но это влияние нужно учитывать на протяжении сотен и сотен лет. Останется он с нами, будет он нас так подгонять. Насколько он был влиятельен в прошлом, это все не очень ясно. Ответить на ваш вопрос однозначно трудно. Категорически это отрицать трудно, а согласиться тоже нет оснований, нет данных. то есть через сто лет может быть ученые ответят на этот вопрос. Ну может быть ответят, да. Я хочу сказать, что вакцины, которые сейчас применяются, они явно на нашу генетику повлиять не могут. Да, это часто распространенные мифы вакцины, которые пытаются все оспаривать и оспаривать ученые, но возможно в какой-то мере уже это получилось сделать, и люди не так опасаются. Нет, что вы, если люди четко в это не верили, то их, наверное, процентов 30, они так и продолжают, конечно. На них нужно оказывать более жесткое такое давление, мешая комфорту. Есть один только способ оказать на людей давление, нужно мешать комфорту. Сейчас самая ситуация такая, что вызывает дискомфорт сам факт, поэтому будем надеяться. Когда люди мешают в получении комфорта, на это не реагируют, они начинают говорить о правах и свободах, забывая, что при пандемии права и свободы одного человека слишком тесно связаны с правами и свободами другого человека. И заразившись, ты можешь, не провакцинировавшись, заразившись, ты можешь заразить другого человека. как быть с его правами и свободой. Философский вопрос. Спасибо, Анатолий Давидович. Анатолий Давидович. Анатолий Давидович. Анатолий Давидович. Анатолий Давидович. Давидович.